Вот сюда вот ногой, то я не упаду, только у меня голова обрезана. А у тебя голова обрезана. Там уже запись идет, да? Да. Привет. Всем привет, с вами Андранет. И Паша. Мы тут сидим, значит, в подсосинках, это у нас место такое классное. Да, тут сосны. Вы спросите, что это за провод? Нас просто привязали. Да, нас просто привязали и заставили записываться. Так же тут у нас был костер, но он потух, и поэтому атмосферу с костром мы не создали. Ну, думаю, это нам не помешает поговорить с вами. Друг с другом. Да, друг с другом. Будем смотреть вас прямо в душу, но разговаривать друг с другом. Паша предлагает записать видео про мотивацию. Паша, расскажи, сколько ты зарабатываешь и как зарабатывать так же? Чем больше кастрюли. Чем больше кастрюли. А у тебя зависит заработок от того? Не зависит. От кастрюль? Да. Нет. Нет? Нет. А люди не понимают. Вот в этом минус. Мы с Андреем, сколько мы с тобой дружим? В общем, давно. Ну, лет пять. Ну, в общем, да, еще с учебы. Ну, мы просто как бы были в одном колледже учились, а потом просто знали друг друга. Вместе в кафе встретились, да? Да. Первый фото. Я тебя, кстати, видел же в Макдональдсе. Да. Ну, ты, короче, прошел путь такой прям серьезный. Я бы сказал, прохожу еще. Ну, да. Колледж, Макдональдс. И сейчас на интернативной службе в интернате. Вот в доме-интернате. Вот в чем разница? Вот, допустим, так скажем, твои судьбы, мои судьбы. То, что у тебя есть уже одна картина, один такой взгляд на мир с точки зрения человека успешного, можно так сказать, который не зависит от другого мнения, от вышки какой-то, которая тебе будет там на мозги капать и так далее. И у меня, допустим, я другая сторона. Видишь, ты черный, я как бы делал. Я черный, да? И я, которая уже, ну, получается, на второй официальной работе, которая вот переживает вот эти моменты с начальством, и когда тебя вызывают к директору, и ты как в школе идешь и думаешь, опять меня сейчас будут ругать. Что я сделал не так? Отстань от меня. Ну, да, мы как раз, когда бегали, искали палки для костра, правда, костра так и не получилось, как вы поняли. Мы эту тему обсуждали, рассуждали насчет этого, то, что, да, я сейчас блогер, я зарабатываю деньги с помощью блогерства, и я снимаю видосики. И вот, например, даже сейчас я снимаю видосики, хотя это, если возможно, это уже, да, это для канала Паши. Это даже Паша монтировать будет. Да, Паша? Конечно. Нет, Андрею отдельное спасибо за оборудование, за то, что вообще мы сейчас снимаем. Да? Я бы, наверное, так и не решился. Вот даже вот как раз-таки сейчас вернемся к альтернативной службе. Вот вообще расскажи, как ты к этому пришел, почему ты вообще проходишь альтернативную службу, и объясни людям, что это, потому что не все это знают. Ну да, это вообще очень мало известно среди молодежи, все, потому что идут в армию, вот сейчас 2020 год, осень, и все мои одногруппники в армии сейчас находятся, ну, кроме тех, кто уже с военниками есть, кому посчастливее лась. Я пошел на альтернативную гражданскую службу, это за место военной службы, она не популярна, потому что о ней никто не говорит в военкомате, и второе, то, что не так просто в нее попасть. То есть мне не с первого раза даже позволили пойти туда, потому что... Ну, походу, не выгодно, видимо, или не хотят. Я думаю, просто статистику портишь, ну, тем самым. Я, то есть, по религиозным убеждениям пошел туда, я не против военной службы, но так сложилось. И в чем отличие альтернативное от военной, то, что, во-первых, ты проходишь дома, видите, я даже сейчас, моя служба идет. Ну, типа, две недели на службе, две недели дома. Ну, единственные минусы, ну, как минусы, типа, то, что 1,8, один год, 8 месяцев служить надо. В этом, пожалуй, разница единственная. Ну, я вот с однокомником списывался своим в части сейчас. Он мне пишет то, что вот уже 3 месяца прошло, еще там 9 месяцев служить. Я такой, а мне вот представься, еще полтора года. А он мне такой говорит то, что ну ты-то дома. Ну, да, как бы ты две недели, считай, дома сидишь. Ну, это из-за пандемии. Как бы график у меня опять два. А, ну, все равно два дня ты бываешь дома, если по... ну, если не считай вот этой пандемии. Да. Ну, и плюс еще и зарплату получаешь. Естественно, и зарплату, то есть... Вот Дима спросил меня, ты две тысячи получаешь? Ну, да, типа, срочники же две тысячи получают. Нет, у нас обычная зарплата, то есть трудовой договор у нас есть. И мне все это в стаж еще идет. Ну, ты, кстати, можешь рассказать, как ты вообще добился того, что ты на альтернативной службе, что ты не пошел с автоматом бегать. Ну, на самом деле, в детстве я мечтал в армию пойти. Вот у меня было все... ну, наверное, я в игр просто много играл там. Ну, как-то мне это нравилось. Я мечтал в армию пойти, но постепенно, как бы, мои взгляды, мои принципы стали меняться. Вот я являюсь молодежным пастором в протестантской церкви у нас в Балакова. И я понял то, что я не могу вот так вот сейчас взять и бросить просто все, что я строил в течение двух лет. И вот надо просто оставить на произвол судьбы и уйти в армию. Я не против военной службы. То есть, кто идет в армию... У меня брат младший сейчас служит. Окей, ребята, как бы, ну, молодцы, но я для себя, как бы, принял такое решение, то, что я нужен здесь. Как бы, я хотел, знаешь, прийти в военкомат и сказать, но я, как бы, уже служу, но просто в церкви. Но я думаю, это бы не прокатило. Ну, вот, поэтому я решил написать заявление и его одобрили. И сейчас уже сколько? Три месяца прошло как раз-таки, и у меня осталось полтора года. Вот на самом деле время вообще вот незаметно проходит. И получается, раз это мое первое видео для моего контента будущего, так сказать, то можно, в принципе, сделать такое сравнение, что, допустим, сейчас есть и... Сравнение чего именно? Жизни твоей? Да, да. И что ты хочешь сравнить? Что было раньше, что стало сейчас? Нет, раньше ничего не было, и сейчас пока что тоже ничего нет. А что тогда хочешь сравнить? Что будет в будущем? А, ну и к чему ты стремишься? Ну, я пока не знаю. Я через года, там, два, через сколько? Ну, когда, короче, успех придет, пирамиды выстроится. Ну, да. Я сниму обзор. Ну, у меня там шестерка стоит. Да, там шестерка, кстати, стоит. Я ему, да, я ему такой толчок даю. Вдруг вот сейчас у Паши получится, будет тоже популярным ютубером, у которого будет миллионы подписчиков. Не, ну, на самом деле, вот эти две разные жизни, получается, я думаю, будет абсолютно. То есть, два разных пути таких, то, что когда ты реально в свободе, когда ты не зависишь ни от кого, то есть тебе никто не капает, то, что ты такой, как школьник какой-то. Да, мы сейчас вот решили, вот, например, взять, записать что-то, да? То есть, вот мы просто сели, просто включили камеру, просто достали петличные микрофоны, записываем, болтаем. Класс! И выбрали время, когда нам это удобно, и когда мы сами этого хотим. И обогащаем сами себя. Ну, правда, пока у тебя это будет на энтузиазме таком, скажем. Ну, да. А потом, возможно, если у тебя получится, если ты заинтересуешь ютуб зрителей, то у тебя, может быть, реально получится. И ты, возможно, да, все. Точка. Ну, мы это уже увидим в будущем. Ну, да, посмотрите. Ну, все зависит вообще от вас. Да. Подписывайтесь. Ставьте лайки. На меня. Ну, на него тоже. Мой спонсор. Мой пинок. Пинок. На работе меня пинает директор. А здесь он продает. Когда я решил блогера заделать. Да, так мы вчера так и не договорили. Ну, ты все рассказал про альтернативную службу, в принципе. Ну, что получается? Какие у меня есть плюсы? То, что ты работаешь и тебе платят зарплату, у тебя есть отпуск. Вот у меня, я сейчас поступил в институт, еще на заочное обучение, и мне для этого, то есть, дают отпуск даже. То есть, в этом проблем вообще никаких нет. То есть, ездить, экзамены сдать какие-то, и параллельно ты проходишь службу. Да, да. И вот, то есть, пока я учусь, у меня еще и служба идет. Это, конечно, круто. Минусы ее, это то, что, ну, ты выполняешь ту работу, которую ты не хочешь выполнять. Ну, в армии, наверное, тоже не все хотят. Ну, я лично, получилось так, что я не пошел в армию вообще, по той причине... Ну, он блогер, собственно. Да, я просто блогер. Да, там блогеры, что блогер, нам такие не нужны. На самом деле, у меня по состоянию здоровья получилось так, что меня не взяли. Ну, да. И поэтому, можно сказать, какой-то, в каком-то смысле повезло. Ну, в каком-то нет, в каком-то да. А так, ну, в принципе, я считаю, что да. Потому что я не считаю, что каждый обязан прям служить. Вот, не служил ни мужик. Я такой фразы вообще не считаю. Это от самого человека зависит, а не от того, если он там весь год выполнял приказы, значит, он мужик. Ну, вот, как мне одногрупник пишет, говорит, Паш, ну, как здесь биомусор какой-то. Ну, да. Ну, так оно и есть, в принципе. Ну, не то, что это не биомусор, отношения, да. Отношения такое, да. Вот. Ты думаешь, не знаю, зачем. Ну, да. Раскритиковали просто. Да, не служитель. А тут должна быть реклама призыва нет. Но ее не будет, потому что нам не заплатили. Пока что. Вообще, то есть, альтернативная служба, я так подумал, знаешь, было бы очень круто, вот, если бы реально, допустим, вместо военной службы была бы какая-нибудь обязательная такая альтернативная служба, где тебя по профессии могли бы отправить. Ну, конечно, не каждый свою профессию любит, на которой он учится, но ты бы мог, по крайней мере, с ней познакомиться уже на практике. Они так, что ты приходишь на работу, а тебе нет опыта, иди отсюда. Ну, то есть, вот эту вот систему. Самое тупое, когда тебе говорят, здравствуйте, у вас есть опыт работы? Нет. Ну, ладно, вы нам не подходите. Идешь на другое место, у вас есть опыт работы? Нет. О, собачка там пробежала. Вы нам не подходите. А где тогда набираться этого опыта, когда везде нужен опыт работы? Вот самый вот такой круговорот опыта в природе. Да, поэтому, ну, я думаю, такая система была бы классная. То есть, если бы вот так вот могли направить, и ты бы научился и посмотрел, понравилось, окей, продолжает. Не понравилось, становись блогером. Да, становитесь блогерами, ребята. Допустим, вот такой вопрос. Как ты видишь свою жизнь через пять лет? Опиши это слово. Ну, да, конкретно. Допустим. И потом, через пять лет посмотришь это видео и скажешь, типа, блин, получилось. Или не получилось. Обломал. Да. Типа, ожидание реальность. Да, 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 ожидание реальность. Может быть, лучше намного все будет, а может нет. Ну, у меня уже будет диплом. Ну, в смысле, через пять лет как раз он будет. Ну, да. Вот. Если, конечно, не захочешь уйти оттуда. Отчислиться. Ну, не, если ты поставил цель и так хочешь прямо идти к ней, то, конечно. Ну, все равно мысли же меняются. Я, например, хотел уйти уже. Вот на четвертом курсе учился в колледже. Я не мог уже. Просто доучился через силу. Вот. Но все-таки доучился, получил три диплома. Нигде пока не пригодились. Я их тоже в папочку сложил. Да, да. Два диплома и один сертифик. Если стол шататься будет, я подставку там найду. Вот. Под кружку там, да? Ну, да, под кружку. Ну, как я вижу себя через пять лет. У меня половина жизни моей связана с моим служением. То есть, это основная деятельность, чем я сейчас занимаюсь. Это молодежное служение, это какие-то молодежные мероприятия. Я очень люблю это делать, очень люблю это планировать, организовывать. Вот. И, как бы, в перспективе, в этом плане я вижу то, как у нас, оно будет расширяться. То есть, будет больше людей, будут классные команды. И, потому что у нас молодежное служение, оно подразумевает не просто, как бы, у меня есть в инстаграме видео, где многие думают, что служение молодежного пастора это только проповедовать. Хотя, на самом деле, это 10%, наверное, всего, что мы делаем. Остальное это, это планерки, это организация мероприятий, это душепопечение. То есть, когда те рассказывают о своих проблемах, ты помогаешь человеку. Вот. и на конференции есть разные, то есть, через 5 лет я вижу то, что, ну, хочу видеть, как наше служение, оно, не знаю, раз в 30, может быть, раз в 100, оно умножится. Вот. И будут команды, которые, то есть, медиа-команды будут классные, которые будут профессионально своими делами заниматься. То есть, когда у меня будет команда, которой я смогу делегировать свою ответственность, и они будут классно справляться и без меня, в принципе. То есть, это вот одна часть, одна сфера, вторая, это то, что, ну, это уже касательно моей личной жизни. То есть, то, что я надеюсь, что я буду уже женат, а там уже посмотрим. Ну да, Паша придерживается таких понятий, что нужно искать именно жену. Ну, в принципе, это нормально. Потому что проще. Ну, почему проще? Мне кажется, вот сейчас такое время, что жену намного труднее найти, хорошую жену, на которой прям хочется жениться, вот именно девушку, на которой хочется жениться. Ну, это немного другой вопрос. А вот, когда она у тебя уже есть, то согласись, все, что бы ты ни делал, тебе проще, потому что даже, ну, она настолько тебе близкий человек, что она тебя поддержит, так, как не поддержит твой даже друг. Вот, это реально такая большая поддержка, и такой, ну, это уже вопрос другого видео, да? ты потом как раз отдельно расскажешь про то, как ты относишься к женитьбе, как ты относишься к вот этому всему, девушкам, там все дела. Ну, как-нибудь будешь интересно называть. Вот, видишь, я тебе даже... Да, девушек. Как ты назовешь свою жену? Да, ну, короче, сделаешь видос. В следующем видео вы узнаете, как буду называть мое будущее. Окей, давай это оставим тогда для другого видео, как раз тебе идея, вот, чтобы не продолжать это. Ты пока вступительный, просто рассказываешь о себе, ты, значит, видишь то, что у тебя будет в служении все намного лучше, в 30, в 100 раз, что ты найдешь жену, то есть, да, у тебя цели уже такие поставленные. Какие у тебя еще цели? Ну, как ты видишь? Работа, которая не будет мне докучать, то есть, где не будет у меня начальник, будь то это блогерство, будь то это какая-то сфера или свой бизнес. Ну, хотя бы в этом плане начало положено. Главное начать. То есть, ребят, если вы не начнете, если вы постоянно откладываете, если вы просто ставите мысли, типа, блин, я так хочу, но если вы для этого ничего делать не будете, ничего не получится. Иди работай давай, отсталай. Поэтому, да, я пинаю сейчас Пашу, толкаю его, делай, делай, и вот, может быть, он начнет, ему понравится, зайдет, и уже через 5 лет реально будет блогер параллельно заниматься там другими делами, ну окей, независимое дело. Да, независимое дело. Ну и пожалуй, вот это, наверное, все. Ну три, такие, три самые. Так, ребят, в общем, естественно, Паша оставит свой инстаграм, вконтакте, вконтакте, то есть, инстаграм, вконтакте, вконтакте, контакты, сбербанк, код, ну, это номер, чтобы, да, и обратную сторону. Так что, воруйте деньги, он не расстроится. типа, пишите там, девушки, которые хотят быть женой, хорошей женой, и Паша будет хорошим мужем. Ты же обещаешь быть хорошим мужем? Конечно. Вот уже начало положено блогерство, так что, вот, блогерство способствует найти жену, ты будешь оставлять ссылку на себя постоянно. Ребят, если кто хочет быть моей женой, вот так вот. Ребят, главное, ребят. Девчат, а в следующем видео мы поговорим с вами про ЛГПТ. Да, кстати, ты можешь как раз таки со своими взглядами, обсудить все вот эти темы интересные. То есть, женитьбы, ЛГПТ, ЛГПТ, да, и все, все остальное. Деньги, там, что-нибудь, просто вот, деньги, у нас имущество. Да, это все про меня. Наверное, пока что, вступительное видео подойдет к концу, просто вы немножечко ознакомились с Павлом, с Андранетом, подписывайтесь на мой канал, ссылка в описании. А потом будут, да, интересные видосы. Вот вообще, просто, какие у тебя планы? Что ты хотел бы подописывать? О ценностях. Ценностях? О которых мало говорят, и о которых нужно говорить. Ну, это интересно. На самом деле, у меня была идея такая, я даже уже ее начинал воплощать. У меня есть определенное количество лекций, которые я хотел в школе преподавать. То есть, ну, как мастер-класс такой. Вот, это о сексуальных взаимоотношениях, это о зависимости от молодежи, то есть, ну, курение, алкоголь, и так далее. Вы можете тоже предложить свои темы, которые вам бы было интересно услышать. Да, кстати, ты же, ну, ты же сказал, что ты, по сути, пастор. Молодежный пастор. Поэтому, в принципе, Паша со своими взглядами может ответить на какой-то ваш вопрос, который вас интересует. Оставляйте, естественно, все это в комментариях. Ну, либо пишите личные сообщения. Ну, да. Лучше в комментариях. А потом у тебя будет много подписчиков, и ты задолбаешься всем отвечать. Я просто сам по себе сажу. Поэтому я просто лайки ставлю, типа, ну, да, чувак. Да. Вот. Но пока что, пока что у вас есть возможность. Да, пишите, звоните. Нет, лучше не оставляй свой номер. Пишите, да. Пишите комментарии, подписывайтесь, подписывайтесь на меня, подписывайтесь на Андрея, и вот я спалил твое имя. Да ладно, Андрей. Андронет, Андрей. Да. Увидимся в следующем видео. Пока. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...